Как снять внутренние блоки и зажимы, пробудить огненную энергию, которая двигается от ступней к макушке? Я не получал медицинского образования, уж тем более никогда не обучал людей духовным практикам, поэтому не смогу вам ответить на эти вопросы. Зато я имею богатый личный опыт гвоздестояния. Мой сюжет об этом. Про все остальное расскажут эксперты. Если доверять литературе и научно-популярным источникам в интернете, гвоздестояния – древнеиндийская практика, способная заставить работать организм человека сразу на трех уровнях – физическом, энергетическом и духовном. Как правило, второй и третий пункты этого короткого списка доступны лишь узкому кругу лица, а вот первый прочувствует каждый, вне зависимости от уровня подготовки. Современный мир предлагает любителям острых ощущений простые, компактные инструменты – доски садху. Купить их можно в специализированных магазинах для йоги или заказать на популярных маркетплейсах. Что из себя представляет доска садху? Это две деревянные платформы, покрытые настоящими острыми гвоздями. А вообще существует несколько вариантов этих досок. Чем шире шаг, тем сложнее устоять на доске. Это конкретный инструмент для пользователей среднего уровня. Люди, сталкивающиеся с доской садху, впервые, как правило, сравнивают экзотическую процедуру со средневековой пыткой и не могут устоять на гвоздях даже несколько секунд, не опираясь на посторонние предметы. Эту гипотезу я проверял на друзьях и близких родственниках. Все без исключения жалуются на невыносимую острую боль. Многие вовсе считают подобные занятия пустой тратой времени. Мой коллега и ведущий программы события на телеканале «Самара Гиз» Андрей Горгуленко не побоялся и тоже попробовал встать на гвозди. На самом деле, для неподготовленных человек это очень больно. Встать пока не получилось полностью, но просто хотя бы вот в сидя ноги поставить, довольно-таки приятное ощущение. На самом деле, все проблемы, связанные с ощущениями, кроются в голове. Если объяснить самому себе, что боль не причинит физического вреда организму, время процедуры может ограничиваться только личным желанием практикующего и обстоятельствами, не связанными с гвоздестоянием непосредственно. А само занятие превращается в увлекательное испытание силы воли. Человек, способный пережить физические страдания, неожиданно открывает в себе ранее неведомые способности. Но так ли безвредна процедура гвоздестояния? Кому категорически запрещено стоять на доске, а для кого древний индийский инструмент – ключик к выздоровлению и профилактике духовных и физических страданий? Я решил обратиться за помощью к экспертам, чтобы изучить тему чуть глубже. Практикующий психолог Роман Едавкин считает, что гвозди не панацея от душевных тревог, но и особого вреда человеку не нанесут. Чтобы справиться со стрессом и внутренними терзаниями, необходимо обращаться за помощью к специалисту. Если эту практику потом научиться еще переносить на реальную жизнь, освоить дополнительные инструменты, поработать со своей психикой, избавиться от страхов и прочего, то человека можно смело отправлять в счастливое будущее, где он справится. Эксперт уверяет, что глубоких терапевтических последствий от гвоздестояния нет, следовательно, вреда тоже. Главное следить за чистотой доски, чтобы при использовании инструмента случайно не поцарапать стопу и не занести инфекцию. В подобной практике, опять же, я повторюсь, это скорее весело, интересно. В случае, если это применяется здоровым человеком с разумными целями, это довольно полезная вещь. Вставать на гвозди или кататься на велосипеде, ходить в спортивный зал или гулять на свежем воздухе – личный выбор каждого. Главное помнить, что здоровые увлечения, не способные навредить организму, явно пойдут на пользу. Чтобы чувствовать себя уверенно и не терять вкус жизни, необходимо постоянно стремиться к развитию. Доска Садху – один из инструментов, который способен направить и показать новые яркие пути к счастливому будущему. А смирение и принятие физической боли помогут справиться с бытовыми неурядицами. Анатолий Головко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Константин Головин, Николай Епифанов.